Елена Малиновская. Ведьминские истории. Ни слова о ведьмах. Часть первая. Поймай меня, если сможешь. Глава первая. Эрика, ты выйдешь за меня замуж. Я с досадой прикусила нижнюю губу, глядя на бархатную коробочку с роскошным бриллиантовым кольцом, которую мне протягивал Роберт. Естественно, при этом он преклонил колено, естественно, его действия не могли остаться незамеченными. В дорогом ресторане, куда Роберт пригласил меня на ужин по поводу годовщины наших отношений, воцарилась гулкая тишина. Краем глаза я заметила, как неподалеку застыл официант, готовый открыть бутылку шампанского. Ох, демоны. Как же я ненавижу подобные выходки. Но зачем все усложнять? Мы великолепно проводили друг с другом время. Роберт был замечательным партнером для меня. Щедрый, красивый, с прекрасным чувством юмора, ненавязчивый. Всегда с пониманием принимал мои внезапные приступы меланхолии, когда мне хотелось побыть одной. Снисходительно относился к прочим моим странностям и нежеланию разговаривать о прошлом. А еще никогда не пытался указывать мне, как жить, что носить, чем заниматься. Особенно ценила я как раз последнее. Мало какому мужчине понравится, что его девушка, порой ночи напролет проводит за работой. Правда, однажды Роберт робко заикнулся о том, что без проблем возьмет на себя мое полное материальное обеспечение, лишь бы у меня было побольше свободного времени. Но после серьезного разговора понял, что эта тема закрыта для обсуждений раз и навсегда. За соседним столиком седовласая женщина в черном пархатном платье восторженно вздохнула, заранее приложила к глазам батистовый платочек, готовая расплакаться от умиления. Пауза все затягивалась и затягивалась, обижать Роберта отказом не хотелось, тем более прилюдно. Но с другой стороны, он прекрасно знает, как сильно я не люблю, когда оказываюсь в центре всеобщего внимания. «Сядь, пожалуйста», – строго процедила я сквозь зубы, гадая, что за муха укусила бедолагу. «Эрика, я жду ответа», – тихо, но с нажимом проговорил Роберт. «Ты станешь моей женой?» «Сядь», – прошипела я. «Немедленно». Стоило отдать должное Роберту, он был далеко не дурак и сразу понял, куда дует ветер. Поэтому пререкаться и настаивать на немедленном ответе не стал. Вместо этого послушно занял стул напротив, но коробочку закрывать не стал, повернув ее так, чтобы я видела кольцо. Я посмотрела на официанта, покорно ожидавшего завершения сцены. Резко взмахнула рукой, предлагая убираться. Мужчина изумленно округлил глаза, но послушался. «Да, в этом ресторане и впрямь отличное обслуживание. А, впрочем, недаром это местечко называют главным любовным гнездышком Дарреса. Говорят, тут почти каждый день заключаются помолвки». Я украткой поморщилась от последней мысли. «Эх, сразу должна была догадаться, почему Роберт пригласил меня именно сюда. Но я и подумать не могла, что он совершит такую вопиющую глупость». «Как понимаю, ты отказываешь мне?» На удивление спокойно сказал Роберт. Он сидел напротив меня, изредка постукивая пальцами по безукоризненно выглаженной скатерти. В карих глазах для лагонек нескрываемой обиды, темные волосы разметались по воротнику белоснежной шелковой рубашки, выглядывающей из-под строгого черного камзула. «Как же он был красив сейчас. Наверное, любая девушка в этом зале сочла бы за счастье поменяться со мной местом. И как же мне не хотелось говорить ему то, что я должна была сказать». «Слушай, ну зачем все это?» — «Все-таки начала я. Я еще не готова к столь серьезному шагу». «Эрика, мы встречаемся год», — сухо произнес Роберт. «Мне уже тридцать пять. Я хочу семью, хочу детей». От последней фразы я невольно передернула плечами. «Дети. Почему-то все мои отношения всегда заканчивались именно этим вопросом. Интересно, по какой причине мне так везет на мужчин, отчаянно радеющих о продолжении рода? Я всегда считала, что подобными глупостями страдают лишь женщины. Но не представляла я себя в роли матери. Хоть убейте. Не представляла. Младенцы вызывали во мне не отвращение, конечно, но безотчетный страх, смешанный с брезгливостью. Они такие маленькие, такие хрупкие, что ли». Ссориться с Робертом не хотелось. В глубине души еще жила слабая надежда, что все можно оставить по-прежнему. Что скрывать очевидное? Я привыкла к нему. Пожалуй, он был первым моим мужчиной, присутствие которого рядом. Я так долго терпела без малейшего раздражения. С затаенным отчаянием я обвела взглядом зал. Так и не дождавшись завершения романтической сцены, люди вокруг возвращались к трапезе и разговорам. Неожиданно мой взгляд упал на столик около окна. Его занимала парочка. Симпатичная рыжеволосая девушка, наверное, моя ровесница, лет 25 и не больше, и светловолосый мужчина постарше ее. Думаю, только они не обратили внимания на так и не состоявшееся предложение руки и сердца, занятые собственной беседой. И весьма неприятной, по всей видимости. Девушка сидела, понурившись, нервнокомкая в руках салфетку. Мужчина что-то негромко говорил ей, успокаивающе поглаживая по плечу. Ага, зуб даю, что в этом случае речь тоже идет о расставании. А может быть подслушать, что этот блондин вещает? У меня всегда были проблемы с выражением эмоций. Вдруг что полезное услышу. Я создала легчайшие чары, отправила их незаметным жестом к заинтересовавшему меня столику. Пойми, ты замечательная. Приятный глубокий голос незнакомца зазвучал у меня прямо в ушах. Мне так повезло, что мы встретились. Ты замечательный мужчина, Роберт, послушно повторила я. Мне очень повезло, что мы встретились. Но я не могу дать тебе того, что тебе надо, продолжал блондин. Семья, дети, это все не для меня. Я не могу дать тебе того, что ты хочешь. Я виновата улыбнулась и накрыла своей ладонью ладонь Роберта. Брак, дети, это не для меня, пойми. Но почему? Девушка вскинула на блондина покрасневшие глаза, готовая расплакаться. Ты... ты совсем не любишь меня? Почему? Эхом вторил ей Роберт. Эрика, нам же было так здорово вместе. Ну вот такой я. Блондин смущенно пожал плечами. Я уверен, что ты найдешь свое счастье. Роберт, меня уже не исправить. Я тяжело вздохнула. Ты лучший мужчина на свете. Увы, я тебя счастливым сделать не смогу. Значит, мы расстаемся? Девушка не удержалась и тоненько всхлипнула. Значит, это твое окончательное решение? Роберт устало посмотрел на меня. Да. Я и блондин сказали это хором, правда, последний вряд ли догадывался об этом. Роберт встал, резко отодвинув стул, забрал коробочку с кольцом, захлопнул ее и отправился к выходу, ничего больше не сказав. У дверей он галантно пропустил вперед спутницу блондина, которая тоже решила покинуть ресторан. Я откинулась на спинку стула, зажмурилась и потерла переносицу. Надо будет забрать свои вещи у Роберта. За этот год мы так и не стали жить под одной крышей. Но я иногда оставалась у него с ночевкой, поэтому моих мелочей в его доме хватало. А впрочем, не сомневаюсь, что он сам отправит мне все барахло, со своей обычной пунктуальностью собрав все до единой заколки. А вы знаете, что подслушивать нехорошо? Я вздрогнула от неожиданного вопроса, распахнула глаза и с немалым удивлением и смущением увидела того самого блондина, который успел пересесть напротив меня. Причем сделал это совершенно бесшумно. Я не... начала была я. Блондин язвительно усмехнулся и демонстративным щелчком скинул с плеча нить моих чар, которые я не успела оборвать. Эх, не везет? Так во всем. Еще и на мага умудрилась наткнуться. Простите, извинилась я. Признаю, что это было некрасиво с моей стороны. Как понимаю, у вас тоже испорчен вечер, поинтересовался мужчина. Странно, почему вы отказались своему спутнику? Обычно девушки мечтают о замужестве. В таком случае я не обычная девушка, фыркнула я. Помедлила немного, изучая внешность неожиданного собеседника. А хорош. Даже по сравнению с Робертом хорош. Черты лица резкие, не такие правильные, как у моего несостоявшегося жениха. Но в этом определенно имелась особая притягательность. Глаза, светло-голубые и стальные, от крыльев носа до уголков рта пролегли властные морщинки, как будто ему часто приходится приказывать. И все-таки мужчина слабо улыбнулся. «Я ведь не спрашиваю вас, почему вы расстались со своей девушкой», — холодно сказала я. «Она, между прочим, очень даже хорошенькая». «Хорошенькая», — согласился со мной блондин. Правда, при этом его лицо помрачнело. «Ну, слишком... правильное, что ли?» «Разве это плохо?» «Извините, не люблю обсуждать кого-либо за глаза». Мужчина покачал головой. «Аналогично. Я пожала плечами и встала». «И на этом, позвольте, почему бы нам не выпить вина?» Вдруг предложил блондин, глядя на меня снизу вверх. Я выразительно изогнула бровь, показывая свое удивление столь неожиданным предложением. «Не подумайте дурного», — тут же добавил он. «Я ни в коем случае не собираюсь к вам приставать. Но вы только что расстались со своим молодым человеком, а я расстался со своей девушкой». Согласитесь, любой разрыв подобного толка печален, даже если произошел по собственной воле. Как-то не по себе от мысли, что сейчас я приду в пустой дом. К тому же вдруг Кристи захочет прямо сегодня забрать свои вещи. Не хотелось бы ей мешать. Я все еще сомневалась. Не в моих правилах было сразу после расставания искать кого-то нового. К тому же с людьми я обычно сходилась тяжело. «Пожалуйста», — добавил мужчина и улыбнулся. Как-то вдруг я обнаружила, что улыбаюсь ему в ответ. «А впрочем, чем я рискую?» Он прав. Совершенно не хочется идти домой, зная, что меня там больше никто не ждет. Я села обратно. Повинуясь едва заметному кивку блондина, к столику подбежал официант, тот самый, который так и не дождался радостного повода, чтобы открыть бутылку шампанского. Стоит отдать должное его выдержке. На лице не было написано ни малейшего неодобрения, лишь вежливое желание услужить. К слову, судя по всему, блондин был тут завсегдатаем. К тому же Роберту, несмотря на весь его представительный вид, пришлось прождать достаточно времени, пока у него не соизволили принять заказ. Тогда как в случае с этим загадочным типом, официант в прямом смысле слова караулил у столика, дожидаясь малейшего знака с его стороны. Спустя неполную минуту, я уже баюкала в ладони бокал, наслаждаясь ароматом прекрасного белого вина. «Давайте познакомимся, что ли?» – предложила я. «Эрика». «Ингмар», – ответил блондин, и наши бокалы с хрустальным звоном соприкоснулись. «Если честно, я рассчитывала, что после одного бокала, быть может двух, мы разойдемся». Расставание с Робертом вышло слишком внезапным, и меня то и дело царапали неприятные воспоминания об обиде, вспыхнувшей в его глазах. Но собеседник из «Ингмара» оказался неожиданно приятным и остроумным. Между нами быстро завязался разговор. Наверное, свою роль сыграло и вино, которое нам не забывал подливать услужливый и ненавязчивый официант. Но как-то вдруг я обнаружила, что увлеченно рассказываю Ингмару основные правила создания покупных амулетов. Правда, сразу после этого осеклась и замолчала. «Эрика». «Да что с тобой? Неужели забыла свое основное правило? Никогда не обсуждать с незнакомцами работу?» Впрочем, и с Робертом я не спешила делиться определенными аспектами своей магической деятельности. И для этого были веские основания. Ингмар мягко усмехнулся, когда я оборвала фразу на полусловие и вдруг протянул мне руку. «Позвольте пригласить вас на танец», — промурлыкал чарующе. И по залу тотчас же поплыли первые минуты вступления к вальсу. Наверное, стоило отказаться. Даже более того, я понимала, что нужно уходить. Алкоголь слишком развязал мой язык, а следовательно, я могла сболтнуть лишнее. Но в присутствии Ингмара мне было как-то особенно легко и спокойно. Танцевал Ингмар так же непринужденно, как и вел беседу. Одна его рука лежала на моей талии, второй он сжимал мою ладонь. От него упруга и ощутимо шла теплая волна энергии уверенного в себе мужчины. Потом мы выпили еще вина и еще. Нет, я не опьянела и не потеряла контроль над своими действиями. Наверное. По крайней мере, я понимала, что делаю, когда первая потянулась к нему за поцелуем. Освещение в ресторане к этому моменту притушили, как обычно поздним вечером, когда за столиками оставались лишь влюбленные парочки, а респектабельные господа, заглянувшие сюда на ужин, уже разошлись по домам. В полумраке светлые глаза Ингмара ярко светились внутренним пламенем. Он скользнул пальцами по моему лицу, очерчивая скулы. Затем его губы накрыли мои. Какое-то время мы целовались со все возрастающим жаром. Где-то очень глубоко в подсознании промелькнула мысль, что надо остановиться, но тут же растаяло, когда Ингмар требовательно сжал мои плечи. «Ко мне или к тебе?» — тихо спросил он на мгновение отстранившись. Опять промелькнула мысль, что надо прекращать это безобразие, которое без того зашло слишком далеко, и также благополучно растаяло в восхищенном взгляде Ингмара. «А почему бы и нет? Мне двадцать пять, и за все свои годы я ни разу не совершала никаких необдуманных поступков. Жила на редкость правильно и скучно, ну почти, однако ни в какие любовные приключения не встревала. В конце концов, на маньяка Ингмар не тянет, да и краснеть за неподобающее поведение мне не перед кем. «К тебе», — проговорила я, отринув последние сомнения. Ингмар улыбнулся, встал, потянув меня за собой. «Я думала, что сейчас мы отправимся на улицу, где возьмем карету до его дома. Но Ингмар удивил меня и на этот раз. Он знакомо прищелкнул пальцами, и вокруг нас вдруг взметнулась плотная стена блокирующих чар, отгородившая наш столик от остального зала, непроницаемой для любопытных глаз завесой». «А сейчас будет фокус», — проговорил он, покрепче прижимая меня к себе. «Только не пугайся». Не дожидаясь моего ответа, вдруг притопнул каблуком сапога, и пол под нами налился изумрудным пламенем мгновенно распахнувшегося магического портала. Изумленный вопрос не успел сорваться с моих губ. В следующее мгновение зеленый огонь сомкнулся над нашими головами и мухнули в прокол между пространствами. Перенос оказался на удивление быстрым и незаметным. Один краткий промежуток между двумя биениями сердца, и я оказалась в незнакомой комнате. Под потолком плавала тусклая магическая искра, дающая самый минимум света. В камине билось иллюзорное пламя, роняя красноватые сполохи на светлый ковер и два кресла. Все остальное утопало во мраке. «Это амулет?» — выпалила я сразу же от неожиданности, даже слегка протрезвев. «Как ты так быстро построил портал? Точно амулет направленного действия. Но он стоит, наверное, целое состояние». Очередной поцелуй оборвал град моих восторженных восклицаний. Ингмар притянул меня к себе, запустил пальцы в волосы, и я покорно запрокинула голову. С тихим шелестом шелковое платье упало к моим ногам. Ингмар справился с застежками ловко и незаметно, что выдавала немалый опыт в подобного рода вещах. Затем подхватил меня на руки, отнес на кровать, и на какое-то время я потерялась во времени и реальности. Остались только его мягкие губы, осторожные и бережные прикосновения, которые становились все более и более настойчивыми, и наслаждение, бьющееся в моей крови, с каждым мигом становящееся все более острым, все более невыносимым. Я удобно умостила голову на груди Ингмара, уткнувшись носом в его шею. Вдыхала терпкий запах разгоряченного мужского тела и слушала, как медленно успокаивается его сердце. Блондин легонько поглаживал меня по плечу, раз за разом очерчивая пальцем идеально ровный круг шрама. Осознав, что он делает, я тут же напряглась. Сдается, сейчас последует вопрос, откуда это у меня? Но Ингмар молчал, и я понемногу опять расслабилась. «Даже в постели не расстаешься с амулетом связи?» — наконец спросила я, осознав, что пауза несколько затянулась. С любопытством тронула темно-синий кристалл на кожаном шнурке, который Ингмар и не подумал снять. «Работа обязывает», — коротко отозвался он. Одним стремительным и неуловимым движением он вдруг опрокинул меня на спину, навис надо мной на вытянутых руках. «Смотрю, ты тоже не расстаешься с защитным амулетом», — поинтересовался с усмешкой. Я сразу же накрыла ладонью серебряный медальон с ярко-красным камнем в центре, который висел на моей шее. «Это подарок матери», — хмуро сказала я и замолчала, не имея ни малейшего желания развивать столь неприятную для меня тему. В отблесках камина глаза Ингмар оказались сейчас совершенно алыми, цвета свежей крови.